Шаббат шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу неделю главу Айшев. Йосиф находится в тюрьме. И Всевышний дал благословение ему не только в доме Патифара, но и в тюрьме. Тюрьма находится в доме Патифара тоже. И начальник темницы увидел, что Йосиф благословенный, на нем идет благословение, все, что делается в тюрьме, теперь в руках Йосифа. Он ему отдал. Медраж говорит, что Йосиф работал в тюрьме ночью, а днем он выходил в дом Патифара и продолжал свою работу. Так пишет наша устная традиция. В общем, в тюрьму попадают два царедворца фараона. Виночерпий царя египетского и пекарь. Виночерпий царя египетского подавал вино фараону, залетела муха, фараон его в тюрьму. А пекарь действительно что-то он хотел сделать против фараона. И фараон что-то заподозрил, и он его в тюрьму бросил. Он действительно что-то хотел сделать против фараона. И вот Йосиф им прислуживает, и вот они год под стражей. И приснился каждому из них сон, свой сон, со своим значением. Йосиф пришел к ним и смотрит, что они угрюмые. Говорит, а чего лицо ваше угрюмо? Он говорит, сон снился нам, а толкования его нет. Йосиф говорит, расскажите мне, ведь от всесильного истолкования. Ну, и начал, говорит начальник Виночерпиев, во сне моем виноградная лоза, три грозди, и я беру гроздь, выжимаю в чашу фараона, подаю ему. Вот так вот. Йосиф говорит, три ветви, это три дня, еще через три дня тебя выпустят из темницы, и ты будешь подавать чашу фараону, как и раньше было. Вот так, по-прежнему. Фараон вернет тебе на твой должность, все хорошо. Когда это услышал начальник пекаря, он понял, что это правильный ответ. Ему именно снился ответ, который говорил Йосиф. Начальник Виночерпиев слышал ответ на сон пекаря, а пекарь видел ответ на сон Виночерпиев. И теперь Йосиф так расшифровал. И когда Йосиф начал говорить начальнику пекарей, он ему сказал, что в чем твой сон? Он говорит, у нее на голове продукция пекаря, птицы клюют. В общем, Йосиф говорит, еще через три дня фараон выпустит тебя отсюда, и тебя повесят. И еще сказал начальнику Виночерпиев Йосиф, что когда тебе будет хорошо, ты вспомни обо мне и расскажи, ведь я был украден из страны евреев, и здесь я тоже ничего не сделал, и позаботься о том, что фараон меня выпустил. То есть Йосиф обращается к человеку, ничего в этом страшного нет. Человек может, чтобы выкупиться что-то, освободиться из тюрьмы, просить. Но не тут-то было. Йосиф не был обычным человеком, это был праведник высочайший, а к таким людям и требования другие. И он не имел права просить. И наши мудрецы говорят, что это ему стоило лишние два года тюрьмы. Вместо десяти лет отсидел двенадцать. Вот так вот. И написано, то и произошло, что Йосиф сказал, и вышли они оба из темницы, и начальника Виночерпиев фараон поставил на должность свою, а начальника пекаря он повесил. И забыл он о Йосифе. Вот так. И ничего фараону не рассказал. Может он подумал, что если я расскажу, и не знаю, как фараону это посмотрит. В общем, он промолчал. Вот так. Но Йосиф не должен был обращаться к человеку, потому что такой праведник, как он, обязан был валиться только Всевышнему. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха, парнаса, кавана, мазал то, что мы это время не грешили, учили Тору. Всем всего самого наилучшего. Всем желаю крепчайшего здоровья. Шаббат, шалом. И до следующих встреч. Молимся за всех, кто у нас есть в списке. Пусть скоро закончится эта война. Надеюсь, наша встреча состоится в Йомрешон в 15.30. Шалом.